Буся, да, жарко, это забава. Здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова, сегодня 24 мая 2023 года. Этот ролик вы увидите 26 мая, а 28 мая приходите обязательно на YouTube канал Ярослав Фролов, на наш традиционный стрим из Крыма. Друзья, у нас наконец-то пошла жара! Реально, я уже стою здесь. Ну, правда, тут второй дубль, уже пишу, но это же не важно. Но все равно жарко. Все, у нас в Крыму жарко, у нас в Крыму классно, у нас в Крыму настоящая крымская погода начинается. Причем, в отличие от средней полосы России, здесь эта погода будет идти до конца сентября, где-то до 20-х чисел сентября. Точно, вот такая вот жара. И это хорошо. Мне нравится жара, я люблю, когда тепло. Ну, когда плюс 45, конечно, наверное, будет хреново. То, что у меня же второй день работает кондиционер уже постоянно. На ночь только выключаю, чтобы не шумел там. Ну, и ночь еще пока прохладненько. Друзья, сегодня хотел с вами поговорить на две такие существенные темы. Первая тема. Да, я в своем телеграм-канале подбор дома в Крыму, кстати, если вы не подписаны, вдруг. Подпишитесь, потому что там у меня и о собаках в том числе есть, и вообще о моей жизни, о моих поездках там. И плюс там много анонсов. И вот я там сегодня опять опубликовал небольшой пост, сказал, что, ребят, у меня будет сейчас, вот я буду записывать видео. Какие у вас вопросы есть? Обычно, обычно все вопросы мы разбираем во время стримов, которые как раз на YouTube-канале. Ну, потом в записи эти стримы есть и на Рутубе, и на Дзене, Ярослав Фролов, все это понятно. Но обычно мы их там разбираем. А тут я просто спросил, если хотите, я на какие-то вопросы отвечу. Вот чуть позже я отвечу на эти вопросы, потому что, ну, там, честно говоря, там практически не было вопросов, потому что мы все разбираем на стримах. Но я хотел вам сегодня рассказать про другое. Буквально вчера ко мне обратился мой заказчик. Мы уже с ним все подобрали, все замечательно. Причем это, я вам про этого заказчика рассказывал, кто смотрит меня постоянно. Слышали, наверное, когда, это с чего у меня большой такой мой вот этот кринж, или как он там по-современному называется. Мое неудовольствие по поводу местных риэлторов пошло. Это когда мой заказчик, мы с ним нашли в свое время, я просто напоминаю, что было, да, то есть вот вы, потому что вы про этого заказчика слышали. Вот, мы с ним нашли участок в районе Феодосия, Старая Крыма. Там вот мы нашли участок, все было хорошо. Но, причем риэлтор-то по голосу, вообще по общению нормальный, но там контора, видать, настолько, вот эта риэлторская контора, настолько, ну, это вот агентство, настолько безобразное. И настолько, я слова подбираю, чтобы вот без вот, ну, в общем, настолько плохо себя повели, что он вообще хотел отказаться от сделки. Может быть, помните это. То есть, когда нормальная абсолютно реакция у покупателя, поговорить с продавцом. Он говорит, ну, слушайте, ну, соедините меня с продавцом. Он говорит, конечно, конечно, соедините. Они, знаете, как соединили? Они взяли два телефона, вот так вот их подставили с громкой связью. Это вообще было, риэлторы, это вообще дурдом был абсолютный. Ну, вот, то есть, они прямой номер продавца не дали. Если у меня на канале, когда вы видите дома, которые я продаю, там обязательно стоит адрес, все-все-все, пожалуйста. То есть, вы можете, там есть ссылка на объявление, вы можете все посмотреть, с продавцом пообщаться, не вопрос. Это вообще не проблема, если вы сможете их найти. И мы вам дадим номер телефона, пообщаться, не вопрос. И у меня заказчик после этого разговора, вот этого, вот, когда два телефона совместили, говорит, Ярослав, все, я ничего покупать не буду, нафиг все. Я ему дал остыть, потом подобрал другой участок, мы с ним вместе подобрали другой участок, нашли. Он, все шикарно, хороший участок, все замечательно, ему понравился. Мы спокойно вышли на сделку, спокойно все сделали, спокойно его купили, все. Этот участок его. Но, буквально сегодня или вчера, он мне говорит, Ярослав, а на вито стоит мой участок продается. Я говорю, да ладно, скидает ссылку, я смотрю, точно, именно его участок, прямо именно, то есть это он уже владелец этого участка, а риелторское агентство, наш город, не побоюсь этого слова отрекламировать, только с маленькой ремаркой, друзья, я бы на вашем месте, я думаю, что не стоит туда обращаться, потому что вот конкретно вам, вот как, потому что прям мой заказчик мне присылает это объявление со своим участком, где у этого нашего города, вот принтскрин, вы как раз видите скриншот экрана, где прямо вот участок, то есть они рекламируют чужой участок, абсолютно чужой, то есть они занимаются мошенничеством по факту, вот вводят конкретно в заблуждение людей, но поэтому я категорически говорю, что не надо к ним обращаться, это мое субъективное мнение, мое ценностное суждение, но тем не менее, я вас призываю, вот к ним не обращаться, почему я хочу сделать свое агентство, свою компанию, то есть вот именно будет называться просто компания, или риэлторская компания, или компания по подбору недвижимости, по продаже недвижимости, ну компания вот такая вот, то есть это громко, красиво, вы, я думаю, уже на канале про это слышали, поэтому вот мы сейчас пока объявляем и говорим, что если вы риэлтор, если вы риэлтор в Крыму, которого тоже достало, во-первых, мало зарабатывать, во-вторых, которого достало вот то, что вас заставляют на вашей работе мошенничать, то есть когда вот какие-то мутные схемы, а вы хотите, вы действительно адекватный человек, и вы хотите работать для людей, вам это нравится за нормальные хорошие деньги, то есть там, ну действительно хорошие деньги, то подойдите ко мне, мои координаты есть внизу, мы с вами проговорим с каждым отдельно, лично все проговорим, не бойтесь обратиться, за спрос никто денег с вас не возьмет, я не занимаюсь инфобизнесом, меня там же, мне уже начали говорить, что я инфо-цыган, все это фигня, я хочу создать действительно классную компанию, у нас уже есть, набирается коллектив потихоньку, полигоньку, потому что мы набираем, мы сейчас начинаем с высоких профессионалов, если вы особенно руководитель бизнеса, были или есть, обращайтесь, если вы агент по недвижимости в Крыму, обращайтесь, поговорите со мной, если вас устроит мои условия, мы с вами будем дальше работать, это классно, я не хочу вас нанимать на работу, я хочу с вами вместе сотрудничать, я об этом говорил во вторничном ролике и говорил об этом не так давно, был отдельный ролик, прям посвященный для риэлторов, посмотрите у меня на канале, а сейчас я дальше иду, так вот, я беру этим нашим городам, пишу, здравствуйте, когда можно приехать посмотреть этот участок, как что? Они мне присылают, вы знаете, участок, ну вот вы эту переписку видите, я просто, я, у меня сейчас в том телефоне осталось скриншоты, и они пишут мне, типа, потому что участок уже продан, все нормально, я говорю, ну а зачем вы тогда его выставляете? Они прочитали сообщение, но тишина. И они не сняли объявление, хотя они обращаются в Ярослав, то есть они увидели, кто я, но видать просто, они не смотрят мои ютуб-каналы и, ну, пока еще не допоняли, что мошенничество, это плохо, и я буду с ними бороться. Спасибо большое моему заказчику, что он на это обратил внимание, потому что вот этот участок, который они рекламируют, я точно, я самолично по этому участку ходил ножками, у меня есть видео этого участка, я был, вы не поверите, но я был представителем в Крыму по этому участку, то есть я его купил для своего заказчика, я оставил подпись под договором для своего заказчика. Поэтому это действительно вранье, и наш город врет. Думайте об этом. Мне кто-то сегодня задал вопрос, Ярослав, а мог бы ты отзывы какие-то оставлять? Сейчас, кстати, давайте вот, ну, даже вы про вот этот вот, про это агентство поняли. Итак, в Крыму, к сожалению, 8 из 10 агентств точно так работают, если не 10 из 10. Да, есть отдельные, абсолютно, я знаю очень мало, вчера буквально познакомился, кажется, еще с одним адекватным, Никит, привет, риэлтором, классный, то есть мне понравился его подход, он все наши документы перепроверил 10 раз, он перепроверил их во время подписания, до подписания, во время подписания, он абсолютно адекватно разговаривает, проверяет им, задает вопросы именно те, которые бы я задал, то есть очень-очень грамотный, хороший риэлтор, он мне очень понравился. Вот, Никита, если ты вдруг смотришь этот видео, я бы с удовольствием бы тоже пообщался с тобой по поводу нашей компании. Ну, вдруг так случится. Так, друзья, сейчас, давайте я перейду сейчас на... Так, 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 вот. Так, это не то, это не то, 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 не то. Вот. На вопросы отвечу, отвечу на вопросы, которые, как раз я вам в самом начале ролика же сказал, что я отвечу на пару вопросов, которые мне пришли в телеграм-канале. Вот эти два вопроса. Добрый день, Ярослав. Тема, наверное, больше как идея, а не для обсуждения. Может вам попробовать открыть агентство занятости или услугу помощи поиска работы, в качестве помощи вашим заказчикам в поиске работы, а может и не только для них. Я хочу на это ответить. Кто следит давно за моим каналом, знает. Это полгода, год назад, ну, где-то месяцев 9 назад у меня уже была эта идея, я ее высказывал, мы ее прообсуждали, я ее продумал. Я реально, я углубился, как в любую свою идею, которая мне попадает в башку. А тем более, если я с вами поделился этой идеей, как про агентство, например, которому с женой-то недельку назад объявили. Ну, так это, пока так это просто вкинули так вот. Мы еще не объявляли, но вкинули в эфир. А в воскресенье, кстати, мы ее обсуждали на стриме очень мощном по поводу агентства знакомств. Вот, чуть опять брачный агентств не сказал. Нет, агентство знакомств. Вот, эту идею мы сейчас обсуждаем. А вот эту идею по трудоустройству, я действительно, я разговаривал, я консультировался у нескольких человек, которые этим профессионально занимаются, в Казани, там, и не только в Казани, в Москве, здесь с компаниями. И, вы знаете, я не решился на это. Почему? Потому что это огромная тема. Эта тема по уровню занятости, по уровню капитализации моего времени, моего внимания, занимает столько же, как будет занимать, столько же, как минимум, времени, сколько сейчас занимает подбор домов в Крыму. Я не могу изменить сам себе, потому что подбор домов в Крыму, как вы знаете, для меня это очень важно, для меня это классно. Я получаю... Ну, давайте скажу, как есть наслаждение. Я получаю кайф от того, что вы переезжаете в Крым. Я кайфую от того, что вы получаете здесь крымскую прописку, пусть даже вы не прописываетесь, но вы тут приезжаете в Крым и живете в Крыму. Что вы покупаете здесь дома. Да, я зарабатываю этим деньги. Да, да, зарабатываю, зарабатываю, да. Но это не главное. Главное то, что я получаю удовольствие. Я могу зарабатывать очень намного на чем. Я умею зарабатывать. Я предприниматель, причем хороший предприниматель. Я могу, если посмотреть на меня, то до 15 февраля, до 20 февраля 2022 года я даже не думал заниматься недвижкой. Чуть больше года назад я с нуля, ни разу не работая ни в одном агентстве недвижимости, нигде не работая, не понимая, как этот бизнес устроен, я, ну как-то я думаю, что сейчас уже по подбору недвижимости в Крыму я занимаю достаточно хороший такой кусочек. Я здесь занимаюсь среди подбора эконом-недвижимости, именно вот загородной недвижимости в Крыму. То есть я хороший, хороший очень кусок этого бизнеса, я уже занял, и мы будем продолжать этим заниматься, собственно, и вместе с компанией, потому что мне не хватает квартиры, я не хочу заниматься квартирами, но с точки зрения бизнеса это интересно. Так вот, я не могу заниматься вот этим, я знаю, что это боль для вас, я знаю, ну боль с точки зрения не то, что больно, а то, что это нужность для вас, агентство по трудоустройству, но пока я не готов. Возможно, в рамках вот этой моей компании, которую я сейчас задумал, потому что, возможно, это вот название компании, это немножко, это не юрлицо, это не фирма, это не агентство по недвижимости, скорее всего, это название будущего холдинга. Я знаю, что такое холдинговая структура, у меня в свое время был медиахолдинг Фролов, я знаю, что это такое, вот, поэтому, скорее всего, это просто под компанией, под компанией будет группа компаний. Тортология класс! Вот, то есть там, и вот там уже, там уже, когда будет работать большой коллектив, там уже будет еще и отделение, ветка, отдельная ветка по трудоустройству. Да, я помню об этом, я знаю об этом, и я думаю об этом, но в данный момент я не готов за это браться. Потому что, если делать серьезно, то это огромнейший бизнес. Это больше, чем создать рекламное агентство, ой, не рекламное, господи, агентство по недвижимости. Больше по объему вложений и денег в том числе. Поэтому пока я не готов. И там, самое главное, мне надо будет, если сейчас работаем, придется покладываться мне, поэтому, к сожалению, нет. Зинаида спрашивает. Не хотите сделать тему всех крымских подписчиков, ну, имеется в виду, для всех крымских подписчиков, поделись отзывом о крымских организациях и тому подобное, стоматологиях, кафешках, рынках, питомниках, как отрицательных, так и положительных. Иногда что-то ищешь, а кто-то уже прошел этот поиск. Я вначале прочитал это неправильно, возможно. Сейчас вот прочитал, что человек предлагает сделать, чтобы вообще крымчане могли где-то оставлять эти отзывы. Да, возможно, скорее всего, на своем сайте. Сейчас, подождите немножко, вот мы сейчас подумаем, это будет либо мой же сайт lakontera.ru, по-английски, наверное, lakontera, да, юридическая контора.ru, lakontera.ru, либо на нем будет, либо будет на сайте вот как раз компании, потому что помимо Крым Крым и Кремея Компани, я еще зарегистрировал Realty Company.ru, на каком-то вот, может быть, из этих доменов это будет, будет отдельная рубрика, отзывы о Крыме, и вот там вот будем оставлять. Но с отзывами видите какая проблема? Когда, чтобы отзывы правильно звучали, нужно их перепроверять, потому что конкуренты могут гасить своих конкурентов, сами могут накручивать себе отзывы и так далее, поэтому тут надо, либо это будут писать, то есть брать только от моих заказчиков, то есть, грубо говоря, людей, которым мне доверяют, которым я уже доверяю, которых я знаю, которые реально вот все данные у меня есть, вот либо их отзывы получать, да, можно, вот это классно будет. То есть те, которые у нас в системе есть, они оставляют отзывы, да, классно, шикарно. Но просто людей с улицы, с интернета мы брать не будем, не сможем, потому что это надо как-то перепроверять. Вот, потому что, вы же помните, любое, все, что я вам говорю, все, что я вам предлагаю, это, ну, я готов за это практически отвечать, я готов сказать, что да, я так считаю. Друзья, на этом сегодняшнюю мою болтовню, я думаю, пора заканчивать. Самое главное, я хочу вам еще раз сказать, друзья, при выборе риэлторов, когда вы видите, когда вы открываете объявление, и видите, что там написано риэлтор, или видите, что чувствуете, что это риэлтор, подумайте 150 раз, а стоит ли ввязываться в это все? Потому что, вот я вам сегодня показал, это, если вы полагаете по Айнету, то вот наш город, это, ну, их много, они действительно, то есть я не раз встречал их картинки на авито, но когда вот такое вот вранье конкретное, когда идет, ну, это мошенничество, это махинация идет с данными, когда они показывают заведомо чужой участок, зная, что это чужой участок, зная, что он продан, причем это агентство никогда его не продавало, там продавал частное лицо, потому что мы покупали у частного лица без агентств, без всего. Поэтому остерегайтесь, остерегайтесь мошенников, пожалуйста, чуть-чуть подождите, вот чуть-чуть буквально подождите, как только мы сейчас с нашей компанией, в компании соберемся, ах, тавтология мне так нравится, я же журналист, я же 5 лет отучился на казанском журфаке, а у нас было 3, что ли, года нам преподавали современный русский язык, представляете, мне двоечнику, мне очень нравился, кстати, этот предмет, замечательный преподаватель, до сих пор помню преподаватель Чистякова, вообще классно, но, поэтому, как только, чуть-чуть подождите, я надеюсь, что буквально вот в течение месяца мы стартанем, ну, может быть, полутора месяцев, может быть, двух недель, ну, двух недель, ну, может быть, потому что нам, я хочу, чтобы у нас минимальный коллектив подобрался, 5-7 человек, и мы стартанем, как агентство недвижимости компания, да, агентство недвижимости, конечно, так и будет называться, не знаю, пока это коллектив решит, как будет правильно назвать, может, вообще не будет не компания, кто его знает, ну, не нравится людям, мы будем подбирать это, это демократия, я за демократию, правда, управляемый, но это же не важно, вот, потерпите, и вот там уже будет, потому что, вот, сейчас уже, уже мы практически готовы предлагать вам квартиры, ну, подбор, кстати, будет, и подбор квартир будет, будет, но он будет пока только Симферопольская и Ялтинская зона, вот эта вот часть, ну, а лучше-то, естественно, да, вот, пока, но вот, вот, я каждый день веду переговоры, каждый день, каждый день, каждый день, потому что, понятно, что риэлторы, которые сейчас уже, у них есть свои какие-то там наработки, то и все, у них есть сомнения, они, кто-то на меня смотрит реально, как на инфо-цыганы, я не занимаюсь инфо-цыганством, я не продаю ничего, хотя очень хочется, очень хочется чего-нибудь, ну, имеется в виду, инфопродукты продавать, но пока ни семинара, ничего я не веду, потому что мне интересен на земле, и мне интересно заниматься подбором домов, и мне интересно работать на моих заказчиков, кстати, да, еще раз напоминаю, если вы хотите переехать в Крым, есть у вас мечта купить дом или участок в Крыму, обращайтесь, я помогу вам подобрать этот участок, я помогу вам с удаленной сделкой, то есть вы можете, не приезжая в Крым, я буду вашим представителем здесь, поставлю все подписи, заберу документы, положу их в СДЭК, ну, и СДЭКом вам отправлю, с ключами от дома, там, все-все-все, у меня был как-то один раз, я отправлял даже ключи от участка, потому что он был огорожен каменным забором, там были ворота, и отправлял реально два ключа от этих ворот, участок, а там больше ничего нет, просто участок, но обнесенный, поэтому отправлю вам и ключи от участка тоже, если там так будет, вот, также не забывайте, у меня есть, прям, ну, фактически это вип-предложение, один день с Ярославом Фроловым, когда вы приезжаете сюда, в Крым, я забираю вас на машине, мы целый день ездим по домам, у нас будут просмотры по Крыму, до этого я все ваши, то есть это будут, вы мне кидаете ваши предложения, то есть ваши варианты какие есть, я из них отбираю, совместно с вами, естественно, пять вариантов, которые устраивают по документам, по тому, посему, и я выскажу свои предварительные вам высказывания, я это все выскажу, будет пять вариантов, и мы по этим пяти вариантов с вами скатаемся, пока эта цена 35 тысяч всего, это недорого, реально недорого, потому что вы покупаете не таксиста Фролова, вы покупаете экспертность Ярослава Фролова, это дорого, потому что насмотренность, моя насмотренность по домам превышает тысячу домов в Крыму, это очень много, мало риэлторов, у которых есть такая насмотренность, потому что, когда риэлторы узнают, что у меня за 14-15 месяцев прошло, ну с 1 марта, по настоящий момент, прошло порядка 80 договоров в МФЦ, там чуть больше кажется даже, это уже в МФЦ прошло, это не то, что ко мне зашли договора, а в МФЦ прошли, это очень много, при условии, что я этим занимаюсь один, да, юридическая поддержка моя жена, конечно, никто не умаляет ее достоинство, в том числе, вот, ее профессионализм, но это юридическая поддержка, а вот именно по недвижке, это занимаюсь только я, извините, что задержал, я не знаю, что я вам сейчас буду показывать, сразу скажу, опять, как его во вторник, я не подготовился, сейчас посмотрю, что я вам покажу, возможно, возможно, будет показан вам даже, так же, как и во вторник, уже реальный какой-то объект, с ценой, и с адресом, возможно, опять-таки, потому что сейчас, вот, те риэлторы, с которыми мы сейчас ведем переговоры, вот эти риэлторы, вот, я говорю, давайте ваши объекты покажем, не вопрос, не вопрос, пусть они будут, потому что это полезно моим зрителям, это полезно моим подписчикам, они видят уже готовые живые объекты, потому что то, что я вам показываю, просто для развлекухи, ну, я вас понимаю, что это неинтересно, но я не имею права даже сказать вам, вот те объекты, когда вы на меня обижаетесь, а скажи адрес, я не могу вам сказать, потому что я не согласовываю, Во вторник, я согласен, это не мой дом, я его не продаю Нет, во вторник что было, я его не продаю Просто я позвонил собственнику У которого снимал дом до этого Потому что мои заказчики отказались от этого дома Я спросил, а можно я ваш дом поставлю к себе на канал И вместе с адресом полностью все Конечно можно Я поэтому поставил Там живая реальная цена, живая история Он свеженький, это буквально дом Я снимал там несколько дней назад На настоящее время, может, неделю назад Вот так где-то Вот, все, смотрите И так Друзья, сейчас мы едем Въезжаем практически в севастопольскую зону Но знаете, да, в Крыму есть два субъекта федерации Есть Крым, республика Крым А есть город федерального значения Севастополь Знаете, не совсем город, это такой город с пригородами Это как Москва и Московская область Вот здесь так же Поэтому вот сейчас Вот такой примерно пейзаж Это когда мы едем вот сейчас От Таврида Фактически от Как это получается От Симферополя В сторону Севастопольской зоны Но не совсем в Севастополь То есть это не в Севастополь Мы не по Тавриде ездим А по второстепенным дорогам На Николаевку и так далее Вот туда Вот примерно такие Здесь немножко другие пейзажи, чем на западе На северо-западе Что-то смотрите Тут немножко отличается Потому что здесь и горная часть есть Ну предгорья такие А где-то там на горизонте чуть-чуть не море Уже хотя черноват Сразу, чтобы Вот первая моя самая съемка Смотрите, давайте пойдем по фасаду По фасаду То есть это у нас въезд в гараж Здесь уже живут соседи Полностью Вот это у нас гараж Въезд в гараж Там причем нормально такой гараж Улица Асфальтная Причем новая Новый асфальт Есть один большой нюанс, конечно, к этой улице То, что здесь Она очень узкая На свете Вот моя машинка Малю-малюсенькая стоит Еле-еле на отшибе Две машины уже В любом случае По этой дороге Не развернуться Так, по Как нам сделать Вот так вот Наверху у нас Здесь На удивление нет То есть вот здесь Идет только Какой-то кабель Кстати, непонятный Электричество берется У нас откуда А, электричество вот берется Вот Вот электричество Электричество Интернет Все вот с этого столба Есть подсветка Есть светильник То есть В этом отношении Все нормально Все Так Смотрим фасад По фасаду Вот тут начинается Идет вот до туда Причем Мало того Говоря, что земля Вообще вот доходит Вот туда там Через речку Покажу Ухоженный газон Абсолютно ухоженный Здесь Смотрите Вообще В принципе За домом ухаживают И дом крепкий Сразу предваряю все Скажу дом крепкий Да, крышу Рано или поздно Придется поменять Но По дому посмотрел Первоначально Ничего не тесет Сейчас еще раз Очень внимательно Под съемку С вами посмотрим Перед дому Красота И заходим Во двор Здесь металлическая Калитка Так Заходим Здесь Как уж и положено Так Вот так Вот Виноградная арка Видите Да То есть Вот Виноградная арка Причем Хорошая Насчет Винограда Непонятно Здесь Виноград Как он Он Просто декоративный Вот За домом Который Там белый Там декоративный А этот Я не помню Но не могу А может Я могу Можешь Чернокрельский Но не могу Так Туда пойдем Позже Сейчас сначала Обойдем весь дом Покажу Дом Смотрите По дому Здесь грядки Опять по цветы Сделаны Но не посажены Показываю дом Чтобы видели Вот так Вот Чтобы вы видели Дом По трещинам Особых трещин Нет То есть Надо понимать Что здесь Минимум 10 А то и 20 лет Вообще не делали Ремонта Снаружи Шубы накидали И оставили Вот есть трещина То есть Сразу Чтобы вы понимали Есть вот такая трещина Вот Вот так То есть Это опять Как ничего глобального Нет в этом Вообще глобального Ничего Но просто Я показываю Как есть Вы это знаете Сделана система полива Потом покажу Там есть Колодец Покажу Колодец Вот он участок Здесь Что-то сажать можно Тут газовая труба На всякий случай Имейте ввиду Защитная зона У газовой трубы Если ничего не путают Два метра То есть Деревья сажать Вот Вот так посадили А если деревья сажать Так вот тут Все Идем дальше Смотрим Это комнаты Гостиной Зала этого дома Выходят сюда На юг Летом В самую жару Сейчас тоже виноград Это только Вот он сейчас Такой маленький Буквально через недели Две-три-четыре Здесь все будет зеленое И солнце не будет Проникать И слава богу То есть Жарко не будет А зимой Солнышко Оно всегда хорошо Здесь персик Но его не поливали Поэтому он немножко Нормально выживет Черная смородина Тут тоже надо смотреть И смотрите как Если вы не с югом С растениями Особо не имеете контакта То скажу Чтобы здесь хорошо все росло Здесь надо Опрыскивать Бордовская жидкость Это еще такой химинет Медный купорос С известкой И два-три раза в год Надо им опрыскивать Смотрите какой Смотрите какая красота Фиговое дерево Которое у нас тут Смотрите какие Они огромные Королевские Прям красота Какая Рядом с домом Говорит Их не сильно желает Насажать Но уже растет Не выкидывать Не убивать Туда пойдем позже Сейчас пройдем Я вам покажу Вторую часть участка Потому что Этот дом Такой С интересными Нюансами Вот Стоит сад Опять-таки Это персики Это Как она Слива Уже Одичавшая Такая Слива Так Сейчас Вот тут Пройдем Вот тут Сейчас пройдем Смотрите Это Мы сейчас Идем С одного Нашего Участка На продолжение Нашего Участка Здесь Есть Вот такое Болоце Видите То есть Ну это Речка По факту Это Речка Знаете Чет И говорят Что там Через систему Ставков Впадает Черное Море Проходим Проходим Так И вот Это Тоже Наш Участок Вот Он Чтоб Его не Заливал Во время Разлива Речки Видите Тут Бруствер И говорят Что здесь Не заливает Достаточно Большой Здесь Кусок Земли У нее Есть Одна Глобальная Проблема Сюда На машине Не подъедешь Поэтому Любой Здесь Труд Будет Ручным Дом Здесь Построить Нельзя Потому Что Подъехать Невозможно Здесь Сейчас Все Откосили А так Построить Здесь Теплицу Во всю Вот эту Ширину Как В Крыму Строят Теплицу Вот Такую Теплицу Здесь Построить Будет Клю Вот До Сюда Сюда Сзади Соседей Соседи Кругом Живут Ухаживают Посмотрите Что соседи Они свою часть Этой речки Облагораживают Почистили Где-то Что-то Вот Сделали На Дома Строятся Новые Это Миндаль Ну Правда Миндаль Я так понимаю Дикий Растет Но Миндаль Вот Смотрите Вот Это Кстати Большой Крупный Миндаль Хороший Смотрите Какой Будет Это Уже 8 Такая У нас Красота Так Друзья Скажите Насколько Лучше Это Съемка Чем Когда Я Снимаю Камеры С рук То Что Сейчас Я Со Специально Фигурных Которые Все Мою Тряску Должна Компенсировать Надеюсь Вам Пришли Обратно На наш Участок Но тут Не просто Все Так Смотрите Тут Мы Открыть Не Смогли Проход Клетник Лух Не И так Далее Здесь Этот Стоит Как Ого Щетчик На воду Бетонная Дорожка То есть Когда Дождь Когда Что Ноги Чистые Не Грязные Так Идет Малину Надо Подрезать Так Заросли Малины Вот От Смотрите Здесь Вход В дом Вот Это Задний Вход Проход А сейчас Мы туда Зайдем Но Чуть Позже Давайте Сначала Пройдем Чтобы Вы понимали Как Мы Ходим Вот Мы С вами Только Что Прошли Вот Здесь По Этой Ну Видите По Мостку Сюда В эту Калитку Зайти Не Могли Здесь В самом Дальнем Конце Старит Туалет Уличный В доме Есть Свой Туалет Нормальный Здесь Хоз Постройка С бетонированными Палами Скорее всего Здесь Свинарничек Был Чтобы Свиньки Не разносили Еще Здесь Вот Небольшие Зады Летний Душ Стоит Вот Такой Кусочек Земли Тоже Курицы Могут Бегать Утки Гуси То есть Вот Есть Место Для Птицы Например Для Выгула Ну А дальше Если Снесете Саратик Снесете Вот Они Как раз А кстати Тогда Так и Есть Смотрите Вот Там Был Этот Курятник И Вот Вон Там Выход Туда Гулять Кур Я Угадал Опыт Здесь Проходим Сюда Здесь Хоз Помещение Здесь Раньше Я так Понимаю Была Баня Потому Что Подведена Вода Есть Смотрите Низ Под Видать Здесь Печка Стояла Ну Крышу Переделали А сейчас Просто Хоз Постройка Такая Хоз Постройка Так Идем Дальше Выходим Вот Он У нас Задний Вход В дом Сейчас Мы Пройдем Насквозь Потому Что Буш Нам Дом Еще Раз Не Обходить Ваше Времени Занимать Просмотром Сейчас Мы Пройдем Его Тут Сейчас Входим В дом Прямо Здесь Чтобы Перед Домом Я вам Покажу Все Так Где У меня Телефон Так Я Вот И Все Так Сразу Чтобы Было Видно И Понятно Это Мы Зашли В Подпол Ну Как Погреб И Так Далее Смотрите В гараж Есть Так Все Я понял Поколениями Потому Что Здесь Очень Много Пристроек Сейчас Мы В летней Кухне На веранде То есть Если Мы Проходим Прямо Совсем Прямо Вот В тапку Попал Проходим Прямо Потолки Здесь Невысокие Здесь Около Двух Метров Два Десять Может Двух Метров Вот так Здесь Комнатка Гостевая В которой Гости Приехали На море Туда Сюда Им Такие Потолки Нормальные Их Сюда Заселил Им Здесь Хорошо Окошко Маленькое Здесь Будет Прохладно Всегда Ну На самый Край Можно Поставить Простенько Кондиционер Кун Девятку Дальше Здесь Кухня С газом Подведенный Газ Все Есть Вообще Летняя Кухня Здесь По факту Здесь Газовый Котел То есть Вообще Истопная Как таковая Она Здесь И отсюда Идет Отопление Уже Уходит В этот В дом Топица Здесь Ванна Ну Такая Местная Ванна Там В доме Есть Еще Одна Ванна И туалет И все Там Есть Вот Раньше Было Тут Ну И для Гостей Опять Таки Есть Ванна Если Вдруг Что Так Выходим Из Пристройки Из Так Тут У нас Не помню Это у нас Что А Это Как раз Помните Это выход На зады Откуда Мы с вами Пришли Вот Эта Вот Дверь Прям Напротив И заходим Теперь Вот Отсюда Вошли И заходим В дом Это Уже Дом Дом Старой Все-таки Постройки Поэтому Высота Потолков Здесь Наверное Два Двадцать Ну Нет Наверное Два Тридцать Может Даже Два Сорок Но Не выше Точно Потолки Не сильно Высокие Не давит Но Все-таки Видно Что Они Невысокие Прям Чувствуется Здесь Потолки Пониже Потому Здесь Походу Пристройка Была Потом Еще Пристройка Здесь Умывальник Такой Преддушевая Здесь Смотрите Все В плитке И здесь Да Это старенькая Плитка Но Все в плитке По крайней мере Есть Электрический Специально Вешают Электрический Нагреватель Бойлер Чтобы Летом Когда тепло Газом Не топиться Потому Что будет Очень жарко Поэтому Бойлер Везде Помыться Унитаз Тут же Все Проходим Отсюда Мы вышли Так Опять-таки Вот он Вход Вход в дом Мы вот так Вот зашли И проходим Прямо Если у нас Там остался Туалет Помывочная Заходим В сам дом Если пройти Прямо Здесь Небольшая Малюсенькая Комната Где-то Ну метра два Да Где-то Два На два с половиной Небольшая В чем Смотрите Вид какой На зады Вообще Красивый вид То есть Без соседей Без все И здесь Не будет жарко Летом Потому что Одно окно И оно Получается На запад Поставлено Заходим сюда В комнату Здесь зал Помните В самом начале Я вам говорил Вот Виноград Доберусь Ну видно Вам надеюсь Виноград Это вот Южная сторона Да Здесь Причем Здесь раньше Был кондиционер Видите То что Розетка Вон есть Где вывести его Раньше был кондиционер Здесь можно Поехать кондиционер И будет Совсем Все вообще Отлично Так И проходим Дальше И вот еще Одна Комната Причем Вот тут уже Потолки Ну 2,40 Где-то Здесь потолки Да 2,40 Такие нормальные потолки Минные 2,50 Здесь нет Но 2,40 Есть Вот такая комната Тоже нормальная Большая комната Действительно классная Поэтому здесь Может быть спальня А в той комнатке Может быть Кабинет Или наоборот Может быть В маленькой комнатке Спальня Все И выходим 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 Дом конечно По своей конфигурации Очень интересный Прямо Реально Очень интересный Дом по конфигурации А друзья Посмотрели ролик Посмотрели дом А поставьте лайк Не забудьте подписаться На мой телеграм-канал Подбор дома в Крыму Телеграм-канал Называется Подбор дома в Крыму По-английски Он просто Ну там Подбор дома То есть по-английски Подбор дома Т.ме Слэш Подбор дома Друзья Если вы Хотите приобрести дом В Крыму Помните Вам есть Кому обратиться Я смогу вам Подобрать Классный Шикарный дом Или участок Если вы едете В Крым Сидет прямо В ближайшем будущем Вы собираетесь Или там через месяц Вы собираетесь Ехать в Крым Выбирать себе Участки Или дома В Крыму Обращайтесь Мы с вами Заранее Подготовим План У меня были Несколько роликов Посмотрите ролики На майский В Крым Буквально Это был в конце Апреля В начале Мая У меня несколько роликов Вышло на майский В Крым По участкам И по домам Я делал И там рассказывал Почему стоит Обратиться ко мне Перед тем Как ехать сюда Покупать дом Или участок Потому что Я вам составлю Таблицу И вы уже Будете ехать с целью Не бесцельно Кататься по Крыму Или приехав сюда Сидеть в гостинице И опять в том же Авитошке сидеть Я вам сделаю Таблицу Причем таблицу Которую я уже проверил Она меня устраивает Первоначально Понял, что это Первоначальная проверка Это не полная проверка Даже не половинчатая Но это По крайней мере Та проверка Когда я вижу кадастры Я уже Более-менее Если она что-то С вами заинтересует Я уже пообщался С хозяевом Все-все-все Возможно даже Вы мне скажете Руслан, а съезди Посмотри вот эти 2, 3, 4, 5 объектов Я съезжу Что вы там увидите И вы из этих 5 объектов Будете знать Какой вам нравится Вам просто надо приехать Еще раз его пощупать Руками и купить Мало того И с покупкой Если надо будет Мы вам поможем Потому что Наиля Моя жена Профессиональный юрист Она умеет это делать Она умеет хорошо делать Все Вот теперь удачи Всего наилучшего Пусть у вас будет Мирное небо Тепло Хорошо И главное помните Мечты должны сбываться Пока-пока Продолжение следует...